МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортеры национальной телерадиокомпании Чуваши и я, Ольга Алексеева. Расскажем о самом важном и интересном. Сегодня в выпуске. Голубая мечта о голубом топливе. Почему в ожидании газа житель села в Шумерлинском районе решил объявить голодовку? И можно ли измором уговорить чиновников выполнять свою работу? Вспышка от вышки. Людей зомбируют при помощи сотовой связи, а установка антен приводит к головным болям. Разрушители легенд против любителей небылиц. Кто победил? Просто простым карандашом. Выставка портретов в художественном музее потрясла публику. Сколько нужно штрихов, чтобы нарисовать душу? Житель Чувашии планирует объявить голодовку. Шесть лет Сергей Касаткин из Шумерли добивается, чтобы к его дому провели газ. Уже собраны сотни документов в переписке. Каждое ведомство играет с ним в футбол. А голубого топлива так и нет. Татьяна Молква выехала на место и увидела, как многодетные семьи зимуют в домах, где не подключено отопление и электричество. За моей спиной улица Халтурина. Там уже давно есть газ. Дом наших героев находится буквально в 100 метрах. Вот он виден. И уже шесть лет они не могут добиться, чтобы к их дому подвели газовую трубу. Привезти, распилить и сложить за лето шесть камазов дров, чтобы не замерзнуть. Вот каждые два часа мы подкидываем вот сюда дрова. Ни сна, ни отдыха. В день нашего приезда у хозяйки появилась еще одна забота. Внезапно отключилось электричество. Электрический порыв ветра и может в любое время вылететь. Так бывает, говорит Елена, в месяц по два раза размораживается холодильник. Продукты пропадают. Электрическую плиту в такие дни заменяет костер. Проблема есть в городе. Я не отказываюсь. Это не проблема, это катастрофа. Участок на территории бывшего кирпичного завода Шумерли. Касаткины и еще 10 семей получили в 2015 году. С тех пор началось их хождение по мукам. В 2016-2017 годах мне администрация говорила, что готовится документация. Я подождал год. На следующий год надо, думаю, пойти проверить, что там готовится. Пришел. Оказалось, что администрация не успела подать заявку. И так каждый год. Уже писали, куда следует. Откуда следуют отписки и обещания. Я до генпрокуратуры дошла. И вы знаете, есть решение суда 2017 года осветить вот эту территорию. 2017 год, сейчас какой год? 2021. Вот у меня последний ответ, если я принесла, вот у меня папка переписки, да. И у меня последним ответом написано. Приставы закрыли исполнительное производство в связи с тем, что у нас свет есть. Освещена территория. Я вот, пожалуйста, всю переписку могу и таксом. Проверять никто не проверял. Нет. Жители сами хотели заказать проект, провести газовую трубу, подключить и, наконец-то, электричество. Сумма в счете оказалась космической. А ведь еще в прошлом году президент Владимир Путин подписал закон. Труба от газопровода до домовладения, так называемая последняя миля, бесплатна. Для всех. По данным пресс-службы Кремля, на прямую линию в июне 2021-го, десятки тысяч обращений. Газа нет. Денег тоже. Со всей страны. Чувашия не исключение. Повторно обращаемся к вам, чтобы вы услышали нашу проблему. Мы по несколько раз в году обращаемся к администрации и депутатам для обеспечения газификации наших домов. Мы продолжим следить за развитием этой ситуации. Татьяна Молокова, Бахтияр Велиев, Республика. И в продолжении темы. Глава Чувашии Олег Николаев резко раскритиковал власти города Шумерля за плохую организацию прививочной кампании. По данным Минздрава Чувашии, в районе вакцинировались только 27% населения от запланированного. Тогда как средний показатель по республике 33%. Екатерина Шиверова из района передает. После введения новых ограничений в Чувашии число желающих вакцинироваться резко стало расти. Люди опасаются остаться без QR-кода. Тем более, что без него пускают уже не во все кафе, например. А темпы распространения коронавируса по-прежнему вызывают опасения. Наращивание темпов вакцинации для выработки так называемого массового иммунитета – единственный способ убедить COVID-19. Однако, как показывает практика, это понимают не все. Так в Шумерлях до сих пор без прививок большинство чиновников. Выясняется, что в администрации большинство непривитых, они якобы переболели. А ты ему спрашиваешь, как ты переболел? Ну, я там вроде чихал, или два дня там температура была. Что у тебя было ОРЗ? Ты уверен, что ты переболел? Чтобы убедить привиться тех, кто обязан убеждать других, пришлось вмешаться к главе региона. Районные чиновники утверждают, что на вверенной территории кто хотел, тот уже привился. К примеру, взять Шумеринский завод специализированных автомобилей. То есть там более тысячи сотрудников. При выезде медицинской мобильной бригады на предприятие вакцинировалось 35. Ну, о чем мы говорим, для чего выезжала и время тратила бригада там вообще. Не желающих ставить прививки условно можно разделить на две группы – антипрививочники и те, кто в раздумьях. Тех, кто категорически против, в разы меньше, но они умудряются убеждать сомневающихся, в то время как в администрации решили в ситуацию не вмешиваться. Если вы сами не верите в вакцинацию, вы сколько угодно людям рассказываете, что надо вакцинироваться. Они не поверят вам. Если вы сами не вакцинированы, если в это не верите, то, естественно, тоже эту ситуацию очень сложно донести. Сейчас перед нами с вами ставят большая задача – защитить народ и обеспечить наше развитие. Разнос на высшем уровне удивительным образом и в кратчайшие сроки повлиял на позицию главы Шумерли. Я теперь вижу, насколько вообще проблема вакцинации важна, как в городе, так и в республике. Я думаю, это и критические замечания в адресе администрации. В том числе мы воспримем в рабочем порядке, их отработаем. При этом по республике все-таки отмечается рост желающих вакцинироваться. Минувшие выходные в мобильных пунктах вакцинации у торговых центров выстроились очереди. Екатерина Шеверова, Андрей Шоклев, Республика. На 3% вырос индекс промышленного производства в Чувашской республике за 6 месяцев текущего года. Несмотря на пандемийные ограничения и перекрытые границы, производителям в регионе удалось сохранить показатели. Так, за первое полугодие 2021-го увеличилась отгрузка промышленной продукции, в том числе и на экспорт. Увеличилось производство мяса и тепличных овощей. Наращиваются и темпы строительства. При этом дорожный фонд в Чувашии в этом году прибавил почти миллиард рублей по сравнению с 2020-м. Сохраняется и инвестиционная привлекательность региона. Объем инвестиций в основной капитал за первое полугодие ожидается на уровне 19,7 миллиарда рублей. Это на 1,1% пункт экологичного периода прошлого года. Прогнозируемый рост инвестиций в 2021 году будет связан с реализацией проектов, которые позволят обеспечить заметный вклад в развитие экономики. В 2021 году объем инвестиций в основной капитал по оценке составит 55,8 миллиарда рублей или 101%. По словам регионального министра финансов Михаила Ноздрякова, доходные статьи бюджета исполнены с ростом, что позволило обеспечить дополнительную поддержку в социальной сфере. В принципе, динамика. Вспышки от вышки. Ежегодно в республике появляются новые станции сотовой связи. Их уже больше тысячи. Благодаря им почти повсеместно скоростной интернет и качественная мобильная связь. Вместе с тем соседство сотовых станций с жилыми домами вызывает у жителей беспокойство. Инесса Потапова побывала на поселковом сходе, где и решался вопрос, стоит ли бояться технологий 21 века. Станции связи стали яблоком раздора среди жителей. Одни считают, что излучение вышки наносит вред организму. Вторые, напротив, уверены, что вышка – это необходимость. Перед тем, как установить вышку связи, необходимо получить заключение Роспотребнадзора. Излучение безопасно для здоровья. Но некоторые жители поселка Алигешево экспертизам не верят. Заявляют, у них поголовное недомогание, сотовая связь всему виной. У людей головные боли начались за последние два года, понимаете? Это неправда. Люди болеют, люди страдают. Люди это никак не связано. Ну как неправда. Развить опасения людей приехали министры цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций региона Кристина Майнина, представители Роскомнадзора и Ростелекома. На эту базовую станцию уже такое заключение выдано, поэтому она не вреднее той микроволновке, которая есть у нас у каждого дома. Или там лампочки, которая висит, грубо говоря, на люстре. Место для установки базовых станций выбирается так, чтобы обеспечить максимальный охват. Мое мнение личное, оно не мешает. Я ничего не вызываю. У меня детей, пять детей. Я многодетный отец. Если бы у нас что-то было, как бы головные боли, мы бы, конечно, жаловались бы. Чем больше таких антенн, тем качественнее и доступнее связь. Особенно это важно для малонаселенных пунктов, где сотовый телефон часто единственный способ вызвать скорую, пожарных, МЧС и другие экстренные службы. У нас много детей тоже, которые удаленно часто учатся сейчас, ну, дистанционно. То есть я даже тоже дистанционно работала вот долгое время. Считаю, что сейчас вот это направление очень нужно для современного развития. Конечно, тоже считаю, ну, бабушки, конечно, у нас тут кричат, они просто не понимают. Здесь мы уже, по сути, проводим третью встречу и на все интересующие вопросы предоставляем, на мой взгляд, исчерпывающие ответы. И особенно это актуально в период вот как раз таки ограничений, пандемии, когда резкий скачок и услуги связи очень востребованы. Может ли сотовая связь навредить человеку, изучали ведущие мировые лаборатории. Ни одного объективного доказательства так и не было найдено. В этом свете шумиха вокруг новых станций, тем более озомбирование людей сетью 5G, не более чем повод собраться всем селом. Инна Сипотапова, Георгий Кривошейн, Республика, Чебоксарский район. Завтра в 10 утра по Чебоксарскому времени глава Чувашской республики выйдет на прямую связь с жителями региона. По регламенту встреча продлится 2 часа. Но ни один вопрос не останется без ответа, даже если не будет озвучен во время трансляции. Посмотреть которую можно на нашем телеканале, а также в интернете. Задать вопрос можно на официальных страницах главы региона в глобальной сети. Впервые к обработке сообщений подключится специально разработанный чат-бот. К этой минуте поступило около 400 вопросов и принимать их будут вплоть до окончания прямой линии. Добавлю, что анонимные обращения рассмотрены не будут. Как чужого ребенка воспитать как своего? Вопрос, который волнует многих приемных родителей и часто не находит ответа. В Чебоксарах прошел специализированный форум для замещающих родителей. Ульяна Пятакова пообщалась с теми, кто в слово «родной» вкладывает особый смысл. Почти три сотни замещающих и приемных семей по обмену опытом. Если с первыми вроде бы все понятно, то вопрос о том, кого они замещают и кому вообще пришло в голову так по-канцелярски сухо назвать этих мам и пап. Настоящих родителей, любящих и нежных, порой строгих и ответственных. Спасибо вам за ваши искренние сердца, за то, что вы являетесь примером для нас. Формируете у ребят надежду, встаете рядом с малышами, с вашими детьми, давая ту самую надежду, что все в жизни получится, что все будет обязательно хорошо. Ребят, вы даже не представляете, какие классные и самые лучшие у вас родители. И даже среди этих лучших кого-то решили отметить особо. В конкурсе «Семейный очаг» семья Михайловых из Янчикского района оказалась самой творческой. Золотыми признали руки семьи из Янчикского района. Портновы – фамилия, говорит сама за себя. Мы шьем, вяжем, вышиваем, творим, рисуем. Андрей у нас любит рисовать, выжигать, шить куклы, для кукол платья. Вот такими вещами занимается. И все же награда за творчество на форуме – лишь приятный бонус к серьезному разговору о деле жизни этих семей. Как приемному ребенку дать понять, что он дома. Как найти общий язык, когда за плечами малыша несколько лет казенных учреждений. Или как стать родным среди чужих. Ответ – у каждого свой. Как и песни – у всех свои. Хотя и об одном и том же. Известный композитор Григорий Гладков, автор песен для культовых мультфильмов «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег» и других напишет музыку для нового спектакля Чувашского театра юного зрителя. Сейчас композитор принимается за работу. Говорит, что идей много, но не все получат воплощение. Только лучшие. Авторская музыка и песни прозвучат в спектакле «Золушка». Постановка в рамках проекта «Театры детям». Режиссер заслуженный детелем искусств Республики Мариэлл Василий Пектеев. Я очень жду этой работы. Я уже эту тему знаю. Я писал музыку «Красной шапочки» в других театрах. Музыку к художественному фильму «Сказки старого волшебника», который весь сделан по сказкам Шарля Перо. Скоро премьера «Золушка» в театре юного зрителя с музыкой Григория Гладкова, вашего покорного слуги. Спасибо специально для телерадиокомпании «Чувашия», заслуженный деятель искусств, лауреат премии правительства России, член Союза композиторов Григорий Гладков. В селе Карабаши Марпасадского района большой праздник – день рождения Анны Рыбаковой. Поздравить пришли всем селом. Имениннице исполнилось 100 лет. Наши репортеры познакомились с удивительной женщиной, жизнь которой полна невероятных событий. В этой старинной чувашской песне о матери и ее детях в знак благодарности. Анна Апа, только так уважительно, Кане Афанасьевне Рыбаковой. Столетний юбилей. Трудно поверить, что в этой хрупкой бабушке вековая мудрость и невероятная сила духа. Война, голод, потеря близких, сурский рубеж, каторжный труд на лютом морозе, живая история, история страны и ее личная, без лишних слов, одни слезы. Мучилась очень сильно. Ничего не было, ни хлеба, ни картошки. И как картошка цветет, говорит, это пошли уже шевырять, что кушать хотя бы. Нечего было кушать у них вообще. Уже после войны осиротевшая Анна Апа заменила мать и отца родным сестрам. Сама девочка, а всех воспитала, всех вырастила. Говорит, что самый страшный сон ее жизни не о войне. Сестер забирают, а ей на работы строить сурский рубеж. Каждый раз просыпается. Рано утром она для детей готовила дома, потом сама ушла. Туда-то работала. Купырыт пошла, она все в лаптях, тут голые все. А тогда чулки были короткие, платками завязывала. Там работали весь день, потом ночью уже обратно вернулись, потому что у нее дома четверо еще дети. Сегодня у нее два внука, четыре правнука и праправнук подрастает. И она, несмотря на годы, каждый раз спрашивает, интересуется, как ребятишки, хотя и правнуку уже под 30. Для нее они дети. Столетия с цветами и песнями. Анна Апа опять плачет. От Виктора Цоя до соседского паренька. В один карандашный розчерк или миллионы штрихов. В художественном музее открылась выставка портретов, поражающих своей простотой и сложностью одновременно. Анна Центовская пошла на выставку, а оказалась в удивительном мире людей и их образов. Три выставочных зала. В каждом десятки словно живых глаз смотрят на посетителя. Семь художников разных времен объединил их простой карандаш. 70 портретов за каждым и в каждом своя история. Отойдет на каких-то два метра, и тысячи штрихов сольются в одну личность. Виктор Цой потребует перемен, а Кхал Дрога из «Игры престолов» снова ринется в бой за прекрасную мать драконов. Художник пишет ни кистью, ни карандашом, душой он пишет. Здесь уникальность этой выставки в том, что здесь души, здесь в портретах на нас смотрят образы души. Художников много. Истинных портретистов – единицы, добавляет директор музея. Карандаш в своем однообразии цвета никогда не затмит за масляной пестротой личность ни образа, ни художника. За простым не получится спрятать сложное. Карандаш более выразительный, потому что есть такое понятие «минимум средств, максимум содержания». То есть карандаш – вот он. А передать внутренний мир человека, может быть, маслом-тоной доступнее, а карандашом более выразительно получается. И когда еще так выразительно в объектив телекамеры посмотрят сразу два одинаковых и таких разных человека. Оба живые и настоящие. Один из плоти и крови, другой из тысячи штрихов. Чувашский народ, он счастлив тем, что у него есть такие талантливые сыны, художники. Таких художников мало найти и в Марийской республике, и в Татарстане. А у Чувашии они есть. Тонкость линий и выразительность острых образов. До 8 августа в художественном музее. Анна Центовская, Сергей Емельянов, Республика. Анжелика Сидорова завоевала серебро в прыжках с шестом на этапе бриллиантовой лиги в Монако, где прошел очередной этап международных легкоатлетических игр бриллиантовая лига. Спортсменка взяла планку в 4 метра 80 сантиметров и заняла второе место. Первая американка с результатом 4,90. Бронза у представительницы Греции. Анжелика Сидорова, чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы, будет представлять Россию на Олимпийских играх в Токио в этом году. На этом я, Ольга Алексеева, прощаюсь с вами. Оставайтесь с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин